Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня интересная игра на обзоре. Она совмещает в себе и элементы выживания, и элементы три в ряд. Поэтому давайте с ней знакомиться и делать выводы. Интересная, хорошая она или нет. Смотрим. Самолет улетает. Парень с девушкой прощаются, да? Вот он полетел. Затем у него видно, что загорелся двигатель, и он терпит крушение, скорее всего, как всегда, на каком-то необитаемом острове. Но пилот выживает, слава богу, и теперь ему предстоит... в общем, туго ему предстоит. Как в подтверждение моих слов нам пишут, тут холодно и темно. Надо разжечь костер. Запишу это в блокнот. Создать костер. Требуется одно бревно. Награда, видите, фрукты, вода. То есть, самое первое необходимое, что нам нужно, чтобы выжить. Переходим на карту. Рядом одна поляна. Если я разжгу костер, то смогу ходить в новые места. Хорошо. Так. Я трачу силы, когда-то захожу за ресурсами. Ну, это правильно, да? Тут мало ресурсов, но мне хватит на первое время. Итак, получается... Вот наша бревнышка, которая нужна. Мы его взрываем, да? А видите, у нас есть рюкзак, вот, здесь по клеточкам. И мы должны его заполнить. Получается, в рюкзаке фрукты, дерево. Что еще здесь может быть? Ага, я пока не могу заниматься самодеятельностью, делаю только то, что мне подсказывает. Это волки. Они могут меня убить. Я не могу долго оставаться в лесу. Ага, то есть мне их нельзя взрывать. Я так понял, да? Это мой рюкзак. Когда я его заполню, надо вернуться в лагерь и выложить все находки. Это понятно. А получается, волков, наверное, нельзя взрывать, что ли? Так получается. Листики есть разных цветов. В общем, опа, а если совместить? Видели, я совместил, получается, пять деревяшек, и мне сразу три штуки их дали в инвентарь. А вот еще, кстати, и фруктов тоже. Вот, здорово, получается, я за два хода заполнил почти, точнее, полностью инвентарь. Итак, строительство. Давайте создадим костер. Костер завершен. Вот он у нас на картинке появился. А, так, и получаем награду. Следующая награда у нас. Нужно построить хижину. Для этого нужно 30 дерева. Награда будет побольше. Это ежедневные задания. Выполняя их, я получу награду. Награда, получается, собрать 20 воды. И 20 еды. За это получу я 30 дерева, что ли? В общем, интересно. У меня есть еда и вода, пора поесть. Но у меня же, в принципе, пока месть... А, получается, по одному всего восстанавливают. Ясно. Ну, что ж. Довольно-таки необычная, непривычная ситуация в игре, как бы. Но пока мне нравится. Так, ну что ж. Давайте идти на карту. Получается... Получается... Видите, у нас здесь много еды, наверное, да? Потому что это фруктовая роща. А здесь в наличии, видите, 3 звездочки. Это 3. Но еды, значит, больше всего. Чуть меньше воды. И дерева вообще нет. Не буду рубить деревья, на них много фруктов. А в ручье я могу набрать немного воды. Понятно. Да, видите, сколько много воды? В принципе, могу... Вот так вот ее... Ой. Не понял. А, видите, если волки взрываются, то они отнимают у меня жизни. Жизни у меня 80. Вот это, конечно, интересно. Такого раньше не было. Так, за 4 фрукта подряд нам дают 2 в корзину. Ясно. Опа. Что, все? Как я быстро сделал, видели? Супер. А, можно еще раз идти? Отлично. А, склад переполнен. А что же мне теперь делать? Я ж уже пошел сюда. Ладно, разберемся. А так можно? Нет, нельзя. Получается, мне нужна вода, фрукты. Ай, меня опять укусили. Ну, я думаю, ничего страшного. Главное, чтобы... Ой-ой-ой-ой. Чтобы полностью не съели. Смотрите, сколько много здесь волков. Так, и фруктов мало осталось. И воды. Не так уж много на карте. Так, вот мне еще нужно 2 чего-то взять. Чтобы отсюда уйти. А иначе меня могут... Вообще никуда не выпустить. Так, вот, фрукт один есть. И... Что мне еще? Можно... Быстренько так... Чтобы не попасться. Ха. Это, конечно, тяжело здесь будет. А, вот. Все, по идее. Последний фрукт. И, наконец-то, я вышел. Да, видите, склад заполнен. Давайте... Все-таки... Останемся в лагере. А, склад переполнен. Как мне его увеличить? Как я могу тогда заработать? Выполнить ежедневное задание? Все-таки мне сначала дерево нужно было. Хижина. А что для хижины нужно? 30 дерева. Так. Получается, мне по-любому нужно сначала дерево рубить. Чего ж мне так не сказали? Как мне склад увеличить? А, ну мне то, что я заработал, едите, засчитают. То есть... Хоть он и переполнен, поэтому я могу поесть, попить. И идти дальше. Я понял. Так, как мне вернуться домой? Ага, вот. Давайте я все съем вот так вот. Вот. И все, припью отлично. И пойду дальше в ту же рощу, если можно. Да, видите, можно. Фруктовая роща, отлично. Единственное, тут минус, что много сильно волков. Ну, как бы... Что же делаешь? Не может быть все так просто. Так. И фрукта. Ой. Меня самали волки. Воды вообще не получается взять. Ой, 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 смотрите, что творится. Зато я уже почти прошел, да? Могу я здесь... А, вот, могу все-таки воду здесь взять. Хоть немного воды. Так. Получается... Лыпью. Поем. А, и сколько там мне осталось? Получается... А, все, видите, я еду всю собрал, теперь нужна вода. А, вот, по идее... Да, видите, здесь река. Здесь есть вода и дерево. Как раз то, что мне нужно. На берегу мало дров, но зато много воды. Когда-нибудь я сделаю удочку, а пока останусь без рыбы. Прикольно. Вот, видите, много воды. Поэтому мне сейчас задача дозревать фактически только воду, да? Вот так вот. Отлично. И волков не так много уж. Ай, дерево начало добываться. Без моего ведома. Кто разрешал... Кто разрешал дереву добываться? Ладно. Придется место и для дерева чуть-чуть. Так. Хотя, вот, видите, уже не дерево. Не воды. А, листик у меня не полез. В рюкзак это хорошо. Так, ну, в принципе, можно еще сходить, да? Так. Так, так. Вот, четыре в ряд. Сразу две капельки. А, даже три добавилось. Потому что там еще одна взорвалась. Прикольно. Так. Вот, еще две воды. И еще одна. Все отлично. Да, у меня склад сейчас, скорее всего, переполнен будет. Да, видите? Я могу попить водичку. А, и что у меня здесь? А, получается, вот, это ежедневное задание я все-таки выполнил. 20 воды добыл. И 20 фруктов. Выполняю. И у меня теперь есть 30 дерева. Отлично. Давайте туда создадим. Так, как это сделать? Подождите, не-не-не. Мне нужно вернуться в лагерь. Строительство. И строим хижину. Вот, видите? Она у нас на картинке появилась. Супер. А, теперь... Получаю награду. Так. И... Следующее задание. Создать частаков. Для этого требуется 8 дерева. И по 10 воды и пищи. Так, ежедневное задание я уже выполнил. К сожалению. Хотелось бы еще. А, получается... Я лучше... Ага, видите? Увеличился склад. То есть, благодаря хижине у меня теперь склад до 50 увеличился еды и воды. И дерево увеличился склад до 100. Классно. То есть, мне фактически нужно сейчас только еда и вода, чтобы поставить частокол. Дерево у меня уже есть. Поэтому выхожу на карту. Чем дальше я иду, тем больше ресурсов я смогу собрать. Множить ресурсов х2. Ух ты. Получается... Но энергии, наверное, больше тратится, да? Так, здесь у нас дерево и фрукты. Это лес. Мне не нужно. А вот здесь... Смотрите, сколько много фруктов и воды. Не буду рубить деревья, на них много фруктов. А в ручей я смогу набрать немного воды. Да, там у нас было 5 энергий, по-моему, здесь 8. Давайте я в дальнюю схожу. Потому что мне там больше нравится, в общем. Но здесь воды мало все-таки. Фруктов много, видите, я уже сколько их собрал. А водички маловато. Так, вот. Где бы мне здесь воды набрать? А, можно, в принципе, вот так сделать. И вот вода. Вот еще вода. Ой, меня немного попусали. Но смотрите, благодаря множителю у меня собрано 12 еды и воды 6. Но так как у меня склад теперь большой, я могу остаться и преспокойно, а еще набрать нужных ресурсов. Смотрите, сколько много еды. Класс. Так вот. Но мне же нужна вода еще. Кроме фруктов. Вот она. Я сейчас специально полков соберу, чтобы потом можно было 2 воды вот так вот взять. Отлично. И последний фрукт. Я даже не влезу на него. Да? Вот. Подождите. 8 воды. Давайте я быстренько еще наберу, потому что не уверен, что хватит мне. Хотя, вполне возможно и хватит. Но смотрите, воды как назло нет. То есть, вот я добываю фрукты. А, вот. Еще одну водичку возьму. Так, все. Остаюсь в лагере. И смотрим, сколько у меня ресурсов. Видите, я набрал еды целых 46 у меня уже. А воды 28. А, что там мне нужно на часто кол? А, подождите. 30 дерева? А я думал, там 8. А, то 8 у меня было дерева. А нужно 30. Все, я понял. Я ошибся немного. Ну, я смогу спокойно сходить сюда вот в лес. Подождите. А, лес, лес, лес. Здесь. А, что это за звездочка? Я доберусь до самолета и заберу рацию. Для этого мне нужно улучшить лагерь и построить плод. Ага. Вот, все-таки я пойду в лес. Быстренько теперь соберу дерево. Надеюсь, быстренько. Надеюсь, мне в этом никто не помешает. Вот так вот. Так, дерево, дерево. Там еды у меня много теперь, поэтому можно ее покушать будет. Так, вот одно дерево еще. Меня немного покусали. И еще дерево. Получается, 14, да? А еда у меня уже, получается, больше не влазит. Ну, ничего страшного. Я еще схожу. Еда пускай там пока месть пропадает. О, пять. Пять подряд. Сразу три, да? Отлично. Главное мне теперь, чтобы еда не попадалась, потому что я все равно не смогу взять. Вот так вот. Вот так. И фактически нужно еще три бревнышка. Вот два. Ай, у меня 40 жизней осталось. Мало, мало, мало жизней. О, все, отлично. Остаюсь в лагере. У меня 38 дерева. И могу строить сейчас таков. Не, подождите. Я сначала все-таки покушаю. А то вдруг там признадут какой-то. Тем более, видите, у меня вот. Можно. Я проголодался. Так вот. 97, 98, 99. И водички побью так хорошенько. Чтобы жажда не умереть. Есть. И теперь строительство. Строим сейчас. Блин, теперь 20 воды нужно. Ай, я протормозил. В общем, сейчас я сам воду добуду. И продолжу. Итак, вот я быстренько добыл воды. И могу строить частокол. Как вы понимаете, вода для того, наверное, чтобы там ямки копать под бревнышки. И, в общем, там делать типа что-то цемента. Ну, понятно, что на острове цемента нет. Но просто мешать как бы землю там, чтобы она мягче была, наверное. В общем, строим частокол. А вот, видите, наш лот теперь по заданию. Создать частокол. И вот ресурсы, которые дают в награду. Хорошо. На складе... Ага, склад у меня, в принципе, большой. Можно не переживать. А что нужно для плота? 50 дерева. И всего лишь по 10 воды и пищи. Ясно. Зато уже сложнее. Но зато у нас есть лес. Ух ты. Чем дальше я иду, тем больше ресурсов я смогу собрать. Множить ресурсов х3. Понятно. Только у меня энергии. Столько много, наверное, нет уже. Ага, 10. Здесь, видите, уже 5 дерева. И 4 пищи. Давайте попробую. Мне главное сейчас... Дерево. А вот, интересно, такие же злые тоже. Чем дальше, тем злее. Так вот. Ой, отлично. Хорошо. Так. Так. И фактически вот только дерево взял. Только то, что нужно, да? Вот. 27 дерева добыл. Иду еще. Еще разок. И мне, я думаю, дерева хватит, да? Ой, сразу меня попусали. Но ничего. Зато много дерева взял. Так. Вот оно. Еще дерево. И еще. Отлично. Все дерево мне хватит. Энергия у меня закончилась. И зато дерево 59, да? Вот так вот. И давайте строить плод. Так. Построить. Все. Получится, здесь у меня больше в строительстве уже ничего нет. Награда, получается, что-то мне дает доступ к самолету. Интересно. Так. Добраться до самолета. Требуется 50 энергии. Там я смогу взять рацию. И новую локацию открыть. Которая называется Гора. Вот так вот. Ага, интересно. Вот самое интересное, что рекламу можно смотреть сколько угодно раз. И энергию восстанавливать, как бы тоже особо не затрачивая никаких сложностей. Поэтому вот я хожу на карту. Видите, новые локации доступны. И добираюсь до самолета. Теперь я могу сюда заходить. Нет. Эй. Почему? Я же добрался сюда. А, вот, да. Получаю награду в свою. Рация и новая локация. А, можно вот так вот даже карту, видите, вертить, как хочешь. Теперь следующая локация, это Гора. Наверное, для того, чтобы поймать сигнал рации. То есть, скорее всего, нет связи, как бы. Чем выше добираешься, тем выше поднимаешься, тем лучше обычно связь спутниковая. Так, и смотрите, у меня уже требуется 200 дерева, чтобы добраться до горы. Энергии и еды с водой. Так. Можно как-то себе улучшать хижину. Нет, пока есть ничего нельзя. Дальше мы сможем строить, там я видел по этим скриншотам, там второй, третий уровень, кажется, своего здания. В общем, впереди нас ждет много-много всего интересного. Если вам будет интересна такая игра, как бы, то я продолжу ее записывать и узнаем, чем же это все спасение и все это приключение закончится. А если вы хотите самостоятельно поиграть в эту игру, то ссылочку я оставляю, как всегда, в описании к этому видео. Загружайте, игра довольно-таки стоящая и интересная. А я с вами прощаюсь, надеюсь, мой обзор вам понравился. Если это так, то поддержите это видео своими лайками, пишите комментарии, не забывайте делиться с другими детками. Также подписывайтесь, давайте свои советы по играм, которые бы вы хотели видеть в нашем канале. И оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока, до новых встреч!